Ситуация в Горавтотрансе критическая. В парке сейчас 49 единиц техники, 45 из них изношены на 100%. Необходимо масштабное обновление. В штате не хватает водителей и слесарей. Свой доклад Григорий Васильевич начал с основных болевых точек Горавтотранса. Затем рассказал народным избранникам о мероприятиях, которые позволят вернуть к жизни угасающее предприятие. Оптимизация действующих маршрутов в цели обеспечения роста пассажиропотока, проведение работы по усилению контрольности за собираемостью выручкой, замена изношенному подвижному составу на новые, более экономичные и комфортные автобусы, замена оборудования технического для технического осмотра. На базе предприятия также планируют возобновить работу автошколы. Это, по мнению Григория Васильевича, позволит решить проблему нехватки специалистов. В этом году Горавтотранс планирует приобрести в лизинг три автобуса среднего класса, а пять единиц техники приобретает администрация. В первом квартале следующего года на маршруты выйдут восемь новых автобусов. Также директор пояснил, какой примерный охват пассажиропотока у нового транспорта. Сейчас на данный момент у нас по зимнему расписанию выходит 27 единиц. То есть у нас есть четыре новых автобуса ПАЗ. То есть восемь будет, ну где-то в районе 50 процентов. Я думаю, мы обхватим. Будем стараться по всем муниципальным программам. В следующем году министерство транспорта тоже, они всегда с какими-то выходят предложениями, с программами. Будем заявляться на покупку больших автобусов Лиазов, что они тоже нужны для населения. Не только ПАЗ среднего класса, но и большие автобусы тоже требуются для населения. Ситуация с гор автотрансом вызвала бурные дискуссии. По итогу вопрос решили перенести на февраль 2022 года, когда уже можно будет подвести промежуточные итоги реализации озвученных мероприятий. Также это даст новому директору время освоиться на своем посту и более детально изучить проблему. В следующем вопросе повестки Леонид Бородулин предложил проект решения, который может помочь руководителям муниципальных предприятий города. Есть предложение в составе МУПов организовать рабочие группы по разработке плана развития предприятий. То есть в рабочую группу она будет создаваться приказом директора предприятия. В нее будет включен сам руководитель, финнорган, представитель муниципального образования по профильному направлению и депутат городской думы. Леонид Борисович обратился к народным избранникам с просьбой подобрать кандидатуры, которые действительно могли бы оказать существенную помощь предприятиям. Среди приоритетных характеристик он назвал профильное образование, умение креативно мыслить. Также важно при подборе кандидата исключить конфликт интересов с предприятием. Мы полагаем, что данный депутат будет участвовать не только в разработке программ, но и в участии в проведении рабочих совещаний. Когда в профильное министерство руководитель МУПа будет выезжать, то было бы хорошо заручиться поддержкой и говорить, что со мной представитель городской думы, участник рабочей группы, необходимо нам оказать содействие, поддержку. Доклад народные избранники приняли к сведению. Механизм сотрудничества с предприятиями решили детально проработать с администрацией.